друзья всем здравствуйте мы снова едем едем с вами со всеми сейчас мы поедем как вы уже поняли из названия мы едем на вагатор караулю еще разочек покажу свой домик едем караулю показалось как будто зовет будем общаться с раулем по поводу мотоцикла так что еще по пути попробуем еще заправиться с карты но скорее всего ничего не получится ну я так чисто вот чтобы мне убедиться самому окончательно и бесповоротно поэтому я взял с собой карту и немножко денег чтобы проверить работает карты или нет так ну смотрите я просто да такое цена в настроении у меня такое я переживаю не могу никак переключиться на что-то другое поэтому поэтому я поехал караулю запишу для вас видео для вас для себя для истории вот такие пироги пироги настроение в общем паршивая тратительная особенно еще такой момент что да у меня в принципе уже такое давно за собой наблюдаю что касается вот денег видимо не знаю как это с чем это связано но это видимой обмен энергиями деньги это энергия вот просто я к тому что он когда получаю деньги то настроение улучшается и оптимизм прибавляется вот но когда нет денег нет настроения нет оптимизма все плохо поэтому ну это не только сейчас на сейчас это видим как-то особенно чувствуется потому что сейчас особенно редки те моменты когда у меня происходит обмен энергиями ну я имею ввиду либо там фотографии либо какой-то вот моя инструкторская деятельность вот сейчас сейчас редко все стало в принципе как и у всех наверно но не у всех у у большинства меньше стало сейчас вот этих внешних источников энергии источников дохода надо приспосабливаться надо искать позвоню сегодня виталику узнаю где он вообще виталик это вот мой друг он тут весь там в шутингах сейчас все очень шутингах надо мне тоже значит шутинге там в принципе платят неплохие деньги там от трех там и ну там и до десяти ты не знаю ну там разные бюджеты зависимости от сложности от прочего да и вообще вот вчера андрей уехал тоже знакомый андрюх уехал на съемки на неделю в киралу блин ну это же круто да путешествовать отвлечься в такой момент вот я бы сейчас вот посмотрел бы что он там и как какие семну съемки но это не легкие деньги скажу я сразу у меня есть опыт раньше когда я только начинал здесь жить я раньше участвовал в шутингах но были такие моменты ну как и все сейчас говорят в основном тот по шутингам что бывают хорошие шутинги бывают плохие но плохие в чем заключается то что это отношение плохое платят мало и ну как мало бывают такие момент что вроде договорились на одну сумму потом вроде как что-то меньше там не помню какие такие терки были воспоминания остались жалко все тогда это ничего не записывал до принципе жалко ничего не жалко жизнь продолжается будут еще шутинги запишем еще вот в общем мне надо найти ой блин кочки найти работу найти работу и и и копить денег просто я сейчас еду одновременно ехать управлять мотоциклом разговаривать не очень неудобно это я не за столом сижу поэтому я буду немножко так ну не знаю может я разговорюсь со временем стану говорить пободрее или может мне ехать на побыстрее я не знаю вот вот но поэтому будут будут немножко паузы в разговоре ну а чё картинка вон есть едем к мосту сейчас мост будем переезжать там раньше полиции много стояло даже были моменты я видел там и скорость даже мерили сейчас этого уже ничего нету ну как нету вот в этом сезоне я не вижу не встречается встречалась может потом когда-нибудь настроение да блин надо отвлечься надо отвлекаться надо у меня еще дома интернет плохой ну то есть сообщение какие-то проходят там какую-то фотку еще кое-как там можно загрузить но вот чтобы видео загрузить или там фотографии то что у меня сейчас некоторые фотографии некоторые еще ждут фотографии вот ну вот я как раз за этим и еду караулю чтобы там у него через его хороший скоростной интернет я мог все быстренько загрузить заодно пообщаться заодно развеется посмотреть чё там какая обстановка может кого-то встретить и знакомых бычок идет по тротуару идет бычок качается ну сейчас март 12 марта и небо такое уже не 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 ясно и не чистая по пасмурноватая то есть как бы намекают что сезончик подходит концу скоро будет дождичек ну блин я до сих пор еще не не принял решение оставаться мне здесь или ехать в россию к семье ко всем знакомым кстати по поводу знакомых у меня в россии как-то мало знакомых как бы ну или отстал но не знаю то есть знакомых немало но увидимся мы с ними редко хотя да и здесь тоже что-то как-то редко ну то есть я хотел сказать что вот у меня в индии больше друзей чем в россии но это такая тоже иллюзия может быть не знаю сейчас вообще все такое иллюзорная вот он мостик этот через реку чипору знаменитый был момент мы как-то там жили tropical dreams там море в той стороне красота а вот и полиция стоит да смотрю бегают через дорогу ну-ка сейчас посмотрим так право я с собой редко вожу ну когда ты в шлеме ты их особо не интересуешь что там происходит ну-ка сейчас мы их тут с этой страны объедем никто же не выходит папа немножко сейчас кстати в гуа сезон свадеб идет вот похоже музыканты едут на свадьбу сейчас поближе подъедем и тут что-то не пускает а у них блин кажется я вклинился в колонну вот не будем их тревожить беспокоить что-то лица не какие-то недовольные не несчастны хотя у них всегда такие в основном ух ты ну не всегда но часто часто такие озадаченные но оно и понятно вон народу сколько население как-то надо жить выживать приспосабливаться зарабатывать денег тоже вот такая понятель все алимчик вот заехали все алимчик тут пицца мы кушали и здесь ресторанчик нафтара вот нафтара виднеется вот знаменитый сиолимский перекресток коровий его называют ну видимо потому что тут коровы тусуют здесь чуть гаску гаску оп и сюда вот 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 так кстати здесь заправку вот построили блин вообще офигеть новая заправочка сейчас мы на ней и затестируем карточку ну скорее всего тест не получится ну значит просто нальем на так так у них заправки делятся машины отдельно заправляются двухколесные отдельно вот к этому здоровяку сейчас подъеду так где у них тут а вон там машет меня женщина поехали туда сейчас мы у нее спросим алло карт карт Russian Russian not working нет окей 200 на 200 совсем чуть-чуть нальем или на 300 ну ладно уже сказал что бы ее не отвлекать не перебивать русские карты уже не работают и проверять не надо они уже все уже проверили не один раз уже небось тут вот всякие были заправлялись и не могли оплатить я thank you вот 300 у меня такое ощущение сейчас как будто день сурка начался у меня каждый день по сути как будто бы одно и то же надо как-то это дело разнообразить слишком как-то все это циклично а и вон там женщина тоже сидит он же раньше не встречал не встречал женщин на заправках сейчас стали работать трафик опять таки на дороге оживление какое-то наблюдается это рабочий день будний будний трафик в перемешку с туристами вот с чемоданами едут школьники ходят за школьниками за каждым школьником ну здесь видимо на автобус ездят в каждой школе своя форма свой цвет свой свой стиль разные в каждой школе разные помню как-то брал здесь машину в аренду и мне тут чувак рассказывал вот я, говорит, недавно в Хампе ездил кто-то у него там взял скутер и уехал на нем в Хампе и, короче, что-то его там бросил сломал сломал там ну, короче, говорит теперь я даю только под залог паспорта такой вот был случай вообще, вот что хочется сказать по поводу нынешней ситуации что это такое некое испытание которое нам надо всем пройти решить его закрыть как-то проработать потому что каждой сложности это какой-то урок нам преподносит вселенная и мы должны его извлечь из этой ситуации какой-то урок и поменяться видимо стать лучше ну, конкретно наверное знаете что вот то что если вот брать конкретно на примере меня то я такой я как Фома неверующий я ну как-то не верю в Бога что ли ну не верю в церковь наверное точнее будет сказать что вот то есть я по церковь не хожу и как-то вот это вот все прилип не в храм вот они тут есть на каждом шагу это кстати Сиолимская церковь знаменитая здесь обычно всегда всякие встречи происходят люди отсюда на шутинги уезжают тоже такая дорожка узенькая тут там сейчас дальше будет разбитый асфальт после дождя дождь размывает разбивает асфальт каким-то образом и поэтому я свожу все вот это вот то что как-то нет у меня какой-то веры ни во что и на самом деле от этого не легче от этого не легче совершенно вот надо начинать во что-то верить то есть нужно преисполниться любви к Богу любви к ближнему ну по сути вот Бог я и вот ты кто это смотришь кто это смотрит мы все едины по сути по большому счету и ну что мы не верим в себя получается если не верю если не я не верю в Бога значит я не верю в себя значит я какой-то неуверенный ну да все так и сходится у меня как-то с уверенностью какие-то сложности мне нужно как-то стать решительнее он знакомый таксист поехал на нду ну что-то я его поздно заметил ну я тут глаза опустил яму рассматривал да и вообще такие тут мысли у меня глубокие начинаются погружение глубокое поэтому я его не заметил вот поэтому нам всем нужно как-то больше любить друг друга уважать вынести выносить уроки такого плана к Богу больше тоже обращаться верить так что тут происходит куда ехать то сюда что ли ну наверное хотя можно было бы наверное и там проехать да вот куда автобус поехал так ну здесь что будет асфальт скоро хороший круто автобус молодец он сообразил быстро еще и разогнался так ладно чуть-чуть ускоримся он видимо мне сигналил а может не мне не знаю не мне он же по встречке ехал поэтому он сигналил там всем им вот так что надо работать над собой не унывать и сейчас такое время вот это вот интернет перешел в такую в агрессивную фазу когда из интернета мы вот узнаем какие-то новости и половина из них вообще там фейк какой-то который вызывает у нас всякие эмоции негативные переживания и ничего хорошего не происходит надо переключиться вот я сейчас тоже прежде чем записывать это видео мне тоже какая-то была апатия тоже не хотел но я думаю так нет надо потому что ну это все пройдет что страдать зачем страдать когда нужно будет тогда будем страдать сейчас если все в порядке если жизнь вокруг продолжается то надо приспосабливаться к новым реалиям адаптироваться надо жить не унывать ну да голос у меня конечно такое мало позитивный но я говорю я сам потому я сам тоже начал это записывать чтобы как-то отвлечься чтобы вот переключиться тем более вот если взялся свой блог вести надо как-то умнеть чуть-чуть чуть больше разговаривать я мало разговаривать стал просто я работал инструктором и понятное дело я там целый день тараторил а сейчас я как-то меньше стал разговаривать и я чувствую что как будто бы мне стало как будто бы сложнее говорить что ли то есть нужно не молчать я что-то мало кому позвоню ну если вот ты смотришь сейчас это видео досмотрел до этого момента и у тебя есть мой телефон позвони мне давай пообщаемся ну что-нибудь ты мне расскажешь я тебе расскажу кто-нибудь позвоните мне а ну по ватсапу да я в Индии у меня это российский номер он не работает позвоните мне по ватсапу пожалуйста или я сейчас вот дараулю доеду тоже опять-таки у меня связи дома нет поэтому я вот еду караулю тоже чтобы позвонить кому-то пообщаться это из одной из целей ой что-то я что-то я тем не менее мы уже подъезжаем к вага торчик мотик весь грязный вроде моешь вроде дождя нету но он весь становится пыльный пыль к нему очень прилипает вот тоже машина вся стоит запылилась даже вот у меня дома там на балконе стоит табуретка и дороги поблизости нету а она все равно в какой-то пыли а она в пыли все равно кстати вот здесь что-то европейских туристов что-то вот сейчас мало я вот сейчас смотрю как-то маловато их сейчас надо повнимательнее посмотреть вот один тут в зеркале отражается застрявший турист так в общем надо говорить надо рассказывать вот смотрите батя и эти два сыночка счастливый отец одной рукой ведет другой рукой по телефону разговаривает вот какой-то европейц проехал так смотрел на меня увидел камеру вообще камера это такая вот когда человек ее видит он начинает на нее смотреть и соответственно его видно ну лицом прям он поворачивается потому что просто мы не можем одним глазом смотреть или как-то боком нам чтобы хорошо видеть надо смотреть фронтально и поэтому мы как бы показываем свое лицо и и в то же время можем видеть и показывать свое лицо то есть видеть лицо собеседника к примеру ну или просто вот человека вот любого вот я так ладно вот он вот он вагаторчик заправка вагатор петропамп вот он и сито сито дрита раньше мы тут любили с женой подзависнуть покушать вот туристы когда-то беленькие совсем пошли надо же совсем беленькие откуда-то появились ну казахстан еще вроде как говорят летает сюда но ничего не знаю про это как много как часто и как будто бы их тут и не стало тоже чё чё к чему эта ситуация называется такие да вот правил минимум чтобы выезжать на дороге видите здесь разметки нету уступи дорогу нету посмотри в зеркало видимо тоже нету ну уступи дорогу и посмотри в зеркало это все одно и то же по большому счету и это слишком сложно поэтому они как-то особо не заморачиваются на этот счет ну и в то же время особо не не врезаются я бы не сказал что прям бьются калашматятся они ездят медленно ездит плавно поэтому особо у них тут ничего такого происшествия особо нету да столько лиц знакомых там мужик сейчас разворачивался который я помню там ходил ругался там что-то был какой-то конфликт с ним у кого-то из знакомых по поводу аренды мотоцикл dashboard по поводу аренды по поводу аренды по мотоциклу Вот он, благоторчик. Здесь, помню, ребята жили. Ну, не получается у меня особо позитивных видосов сейчас записывать. Настроение такое, блин, хреновое, простите, что я такой чувствительный, и мне заняться нечем ездить, разговаривать, записывать. Ну, я надеюсь, я раскочегарюсь и буду тараторить без остановки. И будет интересно, всем уютно, и будет мирное время, и будут снова все богатые. И будут все счастливые, все довольные. Какие-то едут бабушка с дедушкой. Напылили немножко тут. Спускаемся к пляжу. Что я сильно медленно еду. Ну-ка, чуть быстрее. Так, давайте, ну-ка, я сейчас порепетирую, как будто у меня хорошее настроение. И так, друзья, посмотрите. Нет, херня какая-то. Надо чуть меньше. Вот да, кстати, что-то построили там. Так, еще раз, дубль два. Опа! Привет, друзья! С вами Мухин Мото. Вы на канале человека, который завис в Гоа и пытается заработать, выжить, чтобы вернуться в семью, чтобы встретиться вновь с семьей, чтобы вернуться на родину или вывести семью одной из двух. Здесь какие-то шутинги были. Вот, носят оборудование. А это просто грузы, похоже. Он один решил прилечь, отдохнуть аж на дороге. Почему нет? Интересно так вообще, конечно. Еще, небось, в телефоне пялится. Тапки побросал, все побросал. А, или может просто плохо стало. Че он там, поплохело ему или плохо, по-моему, стало. Что случилось? Валяется че-то, и никто ей не поможет. Встать не может. Че, пьяный, что ли? Я не пойму. Что случилось? Это твой, твой друг? Да. А? А? Марк. А, дриньк. Окей. Ну, показали, что, типа, прибухнул. Ну, ладно. Разберется, думаю. А то, может... А то, может, просто человек, инсульт случился. А они думают, что он бухой. Ходят все мимо, никто не поможет. Хоть бы в тенечко тащили бы куда-нибудь, вон, к воде. А? А, блин, ну, ладно. Не буду я тоже лезть. Тоже вот. Если ему вот таких переживаний, которые сейчас вот много людей испытывают, он бы вообще как бы себя вел, если вот он... Хотя, он тоже, у него тоже, наверное, не все сладко, раз он так себя позиционирует. Запаркуемся здесь. Надеюсь, не упадет. Фух. Так, ну, ладно, что. Выключаю я камеру, снимаю шлем. Друзья, спасибо, что доехали со мной до Рауля. Ну, сейчас посмотрим. Может, у Рауля там еще что-то поснимаю. Но это уже будет на телефон, в принципе. Но, в любом случае, это все будет на канале. Вот. Сейчас, может быть, начну еще и этот Яндекс Дзен тут огрузить видео. Потому что... YouTube, похоже, тоже заблокирует. Ну, или ВКонтакт будут грузить. Так, 35 минут. Ребята, спасибо. Большое вам всем спасибо. До новых встреч в эфире. Пока. Пока.